Место встречи – кладовое знание имени Добролюбова. Здесь мы по приглашению журналистки Елены Косток. Специально для нас коллега выловила в море информации ценный архив – газету «Правда Севера» 80-летней давности. Несколько страниц посвящены подвигу советских летчиц – Полина Осипенко, Веры Ломака и Марины Росковой. 2 июля 1938 года трое в летающей лодке, не считая горючего, совершили уникальный перелет. Мы летим от берегов Черного моря на север. Летим мы на морской машине. И сложность нашего перелета заключается в том, что путь наш лежит над сушей. Стартовав в Севастополе, экипаж гидросамолета МП-1 приводнился на Холмовском озере близ Архангельска. Девушки установили мировой рекорд – за 10,5 часов преодолели по прямой без малого 2400 километров. Заодно и технические возможности крылатой машины опробовали. Важное значение это событие имело и для Катунина. Есть легенда о том, что Полина Осипенко в Москве доложила, что на этом озере можно открыть гидроаэродром. В 1939 году появились первые гидросамолеты уже военные. Мирная деревня стала военным гарнизоном. По наводке Елены Костык мы отправляемся в Катунино. Не исторического экскурса ради, а справедливости для. В 2008 к юбилею перелета на аллее героев установили памятный знак. Вот он. Не видите? Мы тоже с трудом отыскали. Сегодня он закрыт сценой. Местные власти указующим перстом поставили. В декабре. К ним и пойдем. Благо администрация аккурат позади сооружения находится. Глава муниципального образования Катунинская Михаил Михайлов докладывает. Сцена творения ТОСа многодетной семьи, который победил в конкурсе проектов и грант получил. А места для сооружения лучше не найти. В самый центр все 4000 жителей при желании поместятся. То, что знак загораживает, так его еще осенью хотели перенести на противоположную сторону аллеи к памятникам другим героям-летчикам. Почему он не перенесен тогда? Памятник не перенесен потому, что деньги у нас мы получили в ноябре. Уже морозы были сильные в начале ноября. И переносить памятник, значит, была вероятность, возможность там поломать что-то. Значит, нужно плитку было разбирать, ограждение и так далее. Поэтому мы это оставили до весны. После того, как грунт оттает, мы это дело перенесем. С учетом погоды, говорит глава, где-то к июню. А если кто против, так его двери всегда открыты. По этой сцене мы проведем публичное слушание, пригласим народ, оговорим все. Значит, будут противники, значит, уберем эту сцену. Но нужно указать куда и так, чтобы это было оптимально для всех. Пока мы в кабинете общались, народ публичное слушание организовал самостоятельно. Призвал и главу к ответу. Вот такого позора не было. Все стояли тут, а люди стояли вот там. И смотрели вот тут, в центре площади. Но такого не было, чтобы памятникам. Как сцену не ворочай, она словно сказочная избушка. Кому-нибудь да обязательно тылом будет. Так может здесь и не место вовсе? Спросим у руководителя Катунинского дома культуры Ларисы Верещагиной. А чего ее не установить у того же дома культуры? Почему нельзя? У дома культуры, потому что там нет светок. К нам куда подключаться? Там нет никакого жизнеобеспечения. Где еще выступать нашим детям? Они не хотят здесь выступать, понимаете? Дом культуры разморожен. Артистам там, если что, даже не забежать, не переодеться. А от администрации к сцене, мол, электричество подведено. А в недрах здания даже пара кабинетов по творческие коллективы имеется. Пенсионерке Раисе Гордиенко все эти доводы ножом по сердцу. Теперь что воспитывают? Как памятник уничтожать, закрывать. А вот местный глава говорит, что памятник все равно перенесут туда, к остальному. Зачем переносить? Он его ставил. Площадь законченная, архитектурный ансамбль имеет. Зачем? Вот это ставить и уродовать площадь. Вместе с Раисой Николаевной против сцены в этом месте выступают сотни жителей. Предлагают хотя бы сместить ее метров на сто. Противники установки сцены на этом месте говорят, а почему бы ее вот там, у магазина не поставить? Почему? А у магазина здесь, в этом месте, проходят канализационные сети. Поэтому ставить сцену на канализационные сети – это опасно. Малый ремонт будем делать, еще что-то прорвет сеть. Прорвало пока только местное население. Причем разрыв где-то посередине. Одни за, другие против сцены и переноса памятного знака. Что ж, ждем обещанных главой официальных публичных слушаний. Только вот кажется, не было бы такой бучи, если бы не поспешили и сцену установили весной, уже после переноса памятника. Алексей Карельский, Денис Линчевский. 7 дней в регионе.